Десна-ТВ А теперь об этих и других событиях подробнее. Как сообщает пресс-служба областной администрации, по результатам мониторинга эффективности работы первичного звена системы здравоохранения, который проводился с мая прошлого года профильным федеральным министерством, Смоленщина вошла в число 14 лучших регионов России. 15 января вступил в силу закон о блокировке прав водителей-должников. Новая мера может коснуться порядка 300 тысяч россиян. Это не плательщики алиментов, а также дорожных штрафов, сумма которых больше 10 тысяч рублей. Правило не распространяется на профессиональных шофёров и инвалидов. 14 января в Рославле общественность обсудила и рассмотрела проект расширения полигона промышленных отходов Смоленской атомной станции и оценила его влияние на окружающую среду. Эти слушания для жителей региона организует администрация Рославского района при содействии концерна «Росэнергоатом». В них приняли участие общественность представители органов власти и независимых экологических организаций, специалисты Центрального аппарата концерна, Смоленской атомной станции, Акционерного общества «Атомэнергопроект» и надзорных органов. С докладами о проектных характеристиках полигона, включая оценку его воздействия на окружающую среду, выступили проектировщики, учёные, эксперты в области атомной энергетики, медицины и экологии. Власти и общественность Десногорска поддерживают инициативу своего градообразующего предприятия. Изучив материалы проектные, материалы обоснования лицензии, которые разработаны по этому полигону, я однозначно уверен в том, что нарушение экологического благополучия, нарушение экологической среды в Десногорске ни в коем случае не будет допущено. И я приветствую строительство полигона строительных отходов Смоленской атомной станции как ответственного пользователя ресурсами, в том числе и экологическими. Наличие нового объекта, который будет хранить отбросы, промышленные, которые находятся на станции, это естественно, что у нас окружающая среда будет гораздо чище. Участники обсуждений смогли задать вопросы, услышать исчерпывающие ответы и изложить своё мнение о намечаемой деятельности станции, которая будет учитываться при реализации проекта. Ознакомиться с проектной документацией по полигону можно в сети интернет. Адрес вы видите на своих экранах. Как отмечают в Роспотребнадзоре, с начала января заболеваемость совокупного населения Смоленской области гриппом и ОРВИ оставалась ниже порогового. А в сравнении с предыдущей неделей общий уровень заболеваемости снизился на 38,1%, что, очевидно, связано с длительными каникулами. В праздники люди предпочитают сидеть дома и лечиться самостоятельно, чем ходить по поликлиникам. Циклон, отметившийся в нашем регионе сильными ветрами и обильными снегопадами, а также относительным потеплением, уходит на восток. По информации областного управления МЧС, тёплый атлантический воздух начнёт замещаться в более холодном и Скандинавии. Атмосферное давление будет слабо расти, облачных прояснений станет больше, снега и ветра меньше. В этом году окунуться в ночь с 18 на 19 января на крещение Смоляна можно будет в 41 Иордане. Настоятель православного храма в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости отец Виталий рассказал о богослужении в праздник святого крещения. Крещенский сочельник 18 января с 8.30 – литургия и великое освящение воды. В 23 часа на казанском источнике в Савеево также состоится великое освящение воды. 19 января в храме с 9 часов утра – литургия и великое освящение воды. Дорогие братья и сёстры, 19 января православная церковь празднует всеторжественный день, который называет святым богоявлением или по народной традиции крещением Господним. Обращая свой взор к тем событиям, которые мы празднуем, открывая священное писание, мы видим, что Господь Иисус Христос пришёл на реку Иордан, чтобы принять крещение от Иоанна Предтечи. Каким образом Иоанн Предтечи совершал крещение людей в реке Иордан? Он соединил древнюю традицию ритуального омовения в воде, которая была у древних иудеев, с покаянием. То есть человек заходил в реку Иордан, и Иоанн Предтечи отпускал его только после того, как человек назовёт все свои прегрешения. И вдруг неожиданно на берег реки Иордан приходит Господь Иисус Христос, о Котором Иоанн Предтечи прекрасно знал, что Он безгрешный, что Он Сын Божий. И, конечно же, явление Христа там, на реке Иордан, поразило и даже испугало Иоанна Крестителя. Но Господь приходит в реку Иордан, принимает крещение для того, чтобы всему миру и всем людям показать, что Он тот, который на себя возьмёт грехи всех людей. Это один из главных моментов, который мы должны узреть в празднике Святого Богоявления. Напоминание о том, что и мы с вами, братья и сёстры, приняли таинство крещения ради того, чтобы исправить свою жизнь. 40-летний житель Рословского района спилил более 30 хвойных деревьев, которые впоследствии продал. Поскольку срубленные деревья находились на берегу водоёма, водоохранной зоне, ущерб, причинённый злоумышленникам, был оценён в стократном размере на сумму более 880 тысяч рублей. По факту незаконной рубки лесных насаждений возбуждено уголовное дело. 12 января водители Смоленской области нарушили правило 665 раз. В том числе, госавтоинспекторы выявили шесть водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения. Уважаемые десногорцы, учитывая погодные условия, будьте предельно внимательны, соблюдайте безопасную дистанцию, строго выполняйте предписания дорожных знаков. Специалисты историко-краеведческого музея нашего города знакомят юных десногорцев с традициями и обрядами святочных праздников. Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. На этнографическом празднике «Пришла каледа, отворяй ворота» дети знакомились с обрядами старинных святок. Донести до детей, чтобы они всегда помнили, никогда не забывали старину. Более подробно узнали о тех праздниках, которые праздновались на Руси, как именно их отмечали. Ребята узнали, кто такие ряженые, что означает каледовать и какие при этом необходимо говорить слова калядки. Познакомились с традиционными песнями и танцами, смогли сами поучаствовать в святочных играх. И узнали о таинственном гадании и предсказании, которому верили все девушки Древней Руси. Экскурсия ребятам очень понравилась. Мне понравилось, когда девчонки сегодня выбирали жениха. Подобные мероприятия не только знакомят детей с традициями наших предков, но и учат их чтить и уважать. 13 января в культурно-выставочном центре имени Тенишевых открылась передвижная выставка современного изобразительного искусства московских и питерских художников. Выставка, расположившаяся на третьем этаже КВЦ, называется «Обогащенная реальность» и будет работать до 7 февраля. В Смоленске на колхозной площади сделали платную парковку. Стоимость стоянки составляет 50 рублей в час. Кстати, это уже не первая платная парковка в Смоленске возле крупных торговых центров. Например, в октябре прошлого года заработала платная стоянка возле Гамаюна. 14 января в музыкальной школе прошёл концерт о фортепианной музыке. Десногорцы наслаждались нетленными произведениями мировых и русских классиков. Преподаватели музыкальной школы Анна Шишкова и Ксения Захарина исполнили произведения Рахманинова – Равеля, Баха, Шопена, Брамса. Они все выбраны не зря, эти произведения. Они как иллюстрация, в первую очередь, что я буду играть. В Рахманинова идёт картину «Рэй минор» из опыста номер 33. Это будет примером широты русской души композитора, сложности чувств его на тот момент. И, конечно, там это всё будет слышно прекрасно. Педагогам удалось порадовать любителей классической музыки и приобщить детей к миру прекрасного. Новый год в музыкальной школе мы начинаем вот таким вот фортепианным концертом. И надеемся, что он будет не последний. Ждём вас всех. Уважаемые десногорцы, следите за афишами и приходите на концерты в музыкальную школу. И в заключении о спорте. 24 тысячи человек приняли участие в декаде спорта, которое проходило в Смоленской области с 1 по 10 января. Всего за это время было проведено 83 региональных и муниципальных физкультурно-оздоровительных мероприятия. Об этом сообщили в Главном управлении спорта Смоленской области. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Также мы ждём ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания.